МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Горбачев до сих пор является уважаемым человеком на международной арене. Только на своей родине, в России, его считают неудачником, если не предателем. Но и это он воспринимает с невозмутимостью и прекрасным черным юмором. Его лицо кажется отекшим. Он с трудом передвигается, опираясь на ходунки. Охранникам зачастую приходится поддерживать его под руки. Несколько дней в неделю Михаил Горбачев проводит у медицинских аппаратов. Он болен, стар, но его не сломить. В перерывах между медицинскими процедурами он продолжает работать. Скоро выйдет в свет его новая книга. Горбачев публикует книги каждый год. Он унаследовал богатырское здоровье от своих родителей-крестьян. К тому же он обладает невероятной самоиронией и юмором. Черным юмором. Однажды на богослужении в память о его умершей супруге Раисе, архиерей пожелал Горбачеву, чтобы он жил еще лет 20-30. Тот ответил. Ваша святость, давайте лучше думать в рамках пятилетних планов. Как вы поняли, это был намек на советскую плановую экономику, которую некогда хотел перестроить Горбачев. Михаилу Горбачеву, последнему генеральному секретарю ЦК КПСС, первому и единственному, потому что последнему президенту Советского Союза, сегодня исполняется 90 лет. На Западе его считают человеком, положившим конец холодной войне. В Германии его чествуют как отца германского единства. При этом в России он уже несколько десятилетий является политическим аутсайдером. Московский мейнстрим не хочет прощать Горбачеву того, что его попытка реформировать Советский Союз закончилась его коллапсом. Однако историк Андрей Зубов считает, Горбачев был одной из наиболее положительных фигур в истории России. Скольким народам он дал свободу. Михаил Горбачев родился в кладовке крестьянского домика в Ставропольском крае у подножья Кавказа. На глиняный пол постелили солому и уложили на нее его мать, пишет Горбачев в своей автобиографии всему свое время. Позднее его дочь Ирина спросила, «Папа, послушай, так ты ведь родился как Иисус?» Он ответил с улыбкой. «Да, заруби себе на носу, но никому больше не рассказывай». Конечно, Горбачев не Иисус Христос. Но как политик и тем более как советский функционер, он был исключительной фигурой. Он никогда не был циником. Ребенок войны, переживший немецкую оккупацию, голод и гниющие трупы мертвых красноармейцев, будучи примерным учеником, образцовым комбайнером, в 17 лет он был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Он был образцовым карьеристом, старательным, прилежным и невероятно целеустремленным. В 49 лет он стал членом политбюро, в 54 генеральным секретарем ЦК КПСС и практически главой государства, главой империи, находящейся в тупике. Он вовсе не хотел разрушить эту закостеневшую систему. Он хотел ее реформировать. Перестройкой назвал он свой проект, проповедовал советскому народу гласность и демократию. Это новое мышление, как назвал его Горбачев, изменило миропорядок. В Восточной Европе, прежде всего в ГДР, граждане вышли на улицы, протестуя против социалистических диктатур, пытавшихся идеологически отгородиться от российской перестройки. И в отличие от предыдущих восстаний в Берлине в 1953 году, в Будапеште в 1956 году, или в Праге в 1968, на этот раз Москва не отправила туда танки. Затем последовали падения Берлинской стены и коллапс коммунистических государств-сателлитов. С американскими президентами, Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем, генсек заключил договоры, положившие конец гонке ядерных и химических вооружений. Горбачев стал мировой звездой. Горби с любовью называли его немцы. А в 1990 году он получил Нобелевскую премию мира. Но на родине аппарат бойкотировал его реформы. Рос продовольственный дефицит. Популярность Горбачева падала. В Прибалтийских и Кавказских советских республиках поднялись движения за независимость. В декабре 1991 года популисты Ельцин вместе со своими коллегами из Белоруссии и Украины объявили о распаде Советского Союза и тем самым лишили власти Горбачева. На этот раз он даже не пытался мобилизировать силы безопасности, чтобы защититься. «Моя победа в том, что я покинул власть», писал он позднее. В Путинской России, объявившей своей главной задачей восстановление Советской империи, Горбачева по сей день считают неудачником, если не предателем. В одном из московских театров идет спектакль «Горбачев». В нем в поздние советские времена Раиса горько жалуется своему Михаилу о новой шутке о Горбачеве. Она варит дома лапшу, которую он потом вешает людям на уши. Публика смеется. Михаил Горбачев, кажется, спокойно воспринимает ехидство и подчас позволяет себе колкие шутки о Путине. Мол, и пьянствует, и танцует, и летает, и плавает, черт возьми, делает все, что угодно. Вот только в космос боится. Тогда же все будут писать «Владимир Владимирович, не возвращайтесь, сделайте одолжение народу». В дни своего 90-летия Горбачев может отметить небольшой триумф. На самом деле, в России сегодня ходит намного больше жестких шуток о Путине, чем о Горбачеве. Вот, черт возьми, действительно серьезнейшая дата, которую надо было бы вспомнить и отметить. И очень болезненно, и очень гадко к нему относясь. Я помню все то, что он сделал. И совершенно по-другому сейчас это оцениваю. Понимаю, что когда-то вот заскрипела дверь этой камеры, отворилась, и появился этот человек с пятном на голове, со смешным говорком, который сказал «Ребята, выходите! Выходите!» А мы стали кричать, что «Нет, здесь задохнулись от грязи и гноя наши товарищи, здесь стены истрапаны нашими ногтями, здесь все обмазано нашим калом и кровью, выйти отсюда, предательство!» А он говорит «Да выходите, тут воздух свежий, выходите, здесь лучше!» И именно этот человек, этот удивительный человек, оказался ошельмован. Мы не сумели воспользоваться. Ведь Ельцин, несмотря на его колоссальный калибр, на его вроде бы огромность человеческую, это всего-навсего продолжение, логическое продолжение Михаила Сергеевича. Но мы не сумели воспользоваться свободой и дождались, когда дверь снова стала закрываться. Причем без скрипок, как-то очень быстро и легко. Да, и с дополнительно наваренными засовами. И я боюсь, что еще раз свободы нам уже никто больше не подает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова